Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хай-Тек в студии Андрей Виноградов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Вдвоем эффективнее ведущие компании в области квантовых вычислений Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum объединились для создания Quantum. Новое предприятие позиционируется как первая квантовая компания полного цикла. Quantum планирует предлагать на рынке полный набор квантового оборудования и программного обеспечения, включая первую в отрасли квантовую операционную систему. Продукты Quantum могут использоваться для решения множества важных задач, связанных с этой отраслью — кибербезопасность и шифрование, разработка и использование лекарств и многое другое. Quantum надеется создавать эти решения таким образом, чтобы они были совместимы с различными квантовыми аппаратными процессорами, такими как система на базе Honeywell Model H1 или с набором квантовых компьютеров IBM. Также в Quantum заявили, что всем разработчикам квантового программного обеспечения предоставят открытый доступ к Ticket — независимому набору для разработки квантового программного обеспечения. Больше биометрии для властей Германии. Современные технологии приобретают все большее значение в борьбе с преступностью. Чтобы не отставать от техпрогресса, Федеральное управление информационной безопасности разрабатывает новейшие биометрические технологии вместе с Университетом прикладных наук Бонрейнзик. Особенное внимание исследователи уделяют повышению надежности определения личности с помощью биометрии. Вместо пин-кодов и паролей простая и быстрая аутентификация по отпечатку пальца или лицу. Однако все это увеличивает вероятность мошенничества или других преступлений. Мы в Германии очень заинтересованы в повышении стандарта, чтобы мы могли биометрически надежно определить, кто был внутри, кто на самом деле человек, стоящий за каким-то действием. Потому что преступность в Евросоюзе никогда не спит. В Университете прикладных наук Бонрейнзик разработали систему E-Gate. Она работает на основе новых биометрических технологий и технологий обнаружения подделок. 3D-камеры проверяются на предмет их пригодности для проверки лиц, а проект 3D Finger призван увеличить безопасность дактилоскопической аутентификации. Система может создавать трехмерный отпечаток пальца и регистрировать более глубокие структуры кожи. Все эти меры призваны уменьшить количество преступлений с использованием биометрических технологий. Торговать зерном выгодно, особенно казахстанским, которое считается одним из лучших в мире. Ежегодно сотни тысяч тонн пшеницы, ячменя, льна, рапса раскупают зарубежные компании. Чтобы не переплачивать посредникам и работать напрямую с поставщиками, в Северном Казахстане, основном зерносеющем регионе страны, разработали специальное приложение, которое поможет заключать выгодные сделки. Разработчики мобильного приложения Агротрейд сами занимаются продажей зерна. Они не раз сталкивались с проблемами в этом деле и потому решили минимизировать собственные риски и заодно помочь в этом другим. Производитель будет регистрироваться на нашей площадке, также и покупатель, это экспортер, трейдер, переработчик или еще кто-то, кому потребно. И будут выставлять объявления по анкете, по которой мы будем запрашивать и будут друг друга находить на площадке. В анкете важная и актуальная информация о юридическом лице, виде зерна и его объеме, параметрах, качестве и месте нахождения. Регистрация для продавцов и покупателей бесплатная. Уже запустили MVP-продукт через телеграм-канал, уже есть продажи, там человек 30-40 есть уже на базе, у нас в телеграм-канале зарегистрированы. К 2025 году разработчики мобильного приложения планируют охватить десятую часть зернового рынка страны, объем которого составляет около 18 миллионов тонн ежегодно. И на сегодня все. Смотрите «Хай-Тек» на телеканале Хабар 24 и не забывайте, если вы основали технологичный стартап или создали что-то высокотехнологичное и полезное, пишите нам, и о вас узнает вся страна. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин